Вы слушаете Радио Болтком. Вы слушаете Радио Болтком. Вы знаете, закупка вакцин – это продолжение всего того, что происходит в стране. Такое впечатление не только у меня одного, что на беде есть те, кто хочет заработать. Это мы видели, когда закупались маски, когда закупались респираторы, средства дезинфекции. И платились деньги, которые больше, чем есть на рынке предложения. Мотивация только одна, что количество, которое было предложено, это большое, выгодное. И поэтому это нужно было купить именно сейчас. И с вакциной, мне кажется, это что-то в этом же духе. Потому что понятно, что аналитики, которые сидят в Министерстве здравоохранения, прекрасно знали, что на рынке есть только те производители, которые обозначили, что они эту вакцину сделали. Я так понимаю, что наше министерство изначально не хотело и не планировало закупать вакцину у восточного соседа в России. И поэтому все строилось из того, что будет зарегистрировано западными компаниями. И то, что было предложено Pfizer, и была возможность заказать, это не использовалось. А представители компании AstraZeneca, которые посещали Координационный совет по кризису, смогли убедить, что именно AstraZeneca должна быть основой будущей вакцинации в стране. Что, по-моему, неправильно, потому что, когда нет на рынке ничего, нужно заказывать, что есть. А потом уже, исходя из того, о чем ты договорился, возможностью манипулировать этими объемами. Как это сделала Польша, она, допустим, всю свою AstraZeneca продала Украине, а сама пользуется вакцинами, которые считает более надежными. Да, вот, к сожалению, мы этого не сделали. Вот вы уже упомянули, в принципе, маски. Нет такого ощущения, что вообще правительство, ну, мягко говоря, растерялось во всей этой ситуации. И вот сегодня и профессор Витземской высшей школы Гатте Скруминч сказал о том, что и премьер выглядит очень уставшим. Ну, то есть, фактически, правительство такой вот этот ракурс вообще потеряло, куда дальше двигаться. Многочасовые дебаты, сейчас мы их, правда, можем смотреть в режиме онлайн, но это, честно говоря, ничего не меняет по существу. Мне так кажется, что, когда было сформировано правительство, вы знаете, были поделены сферы, в здравоохранении досталось артисты и байпал, и оно, те конфликты, которые были между министром Милза Винкеллой и Кайнчем, показывали на то, что господа Винкелл думала, что это и говорила Кайнч, что это мой огород, и будь добр, не лезть сюда, я сама знаю, что тут нужно делать. И премьер именно таким образом и руководствовался, что он каждый раз заявлял, что будет спрашивать конкретного министра. Эта проблема господина Кайнча в том, что он должен удержать это правительство, потому что оно другой комбинации может не быть, только если зеленые зайдут и крестьяне вместо кого-то, что не очень хотят и нынешние члены коалиции. Поэтому судьба коалиции поставлена во главу угла, а не судьба народного хозяйства Латвии и здоровья жителей. Вот что касается вообще работы этого правительства, вы вообще не только как депутат, может, просто как гражданин Латвии, вообще понимаете, когда вводятся те или иные ограничения, с одной стороны, вы как медик должны вроде бы поддерживать те или иные ужесточения, чтобы не допустить перегрузки больниц, с одной стороны. С другой стороны, мы тоже понимаем, что мы не Германия, есть совсем задушить экономику, то в результате случится коллапс. Да, я согласен в том, что, к сожалению, ограничения, которые принимались, они не были непонятны, они не объяснялись, они принимались в узком кругу, сейчас только заседание правительства стало публичным, принимались в узком кругу, и потом голосовательная машина парламента, я имею в виду большинства депутатов, которые представляют коалицию, просто голосовала, не участвуя в дебатах и не объясняя принятые решения. И мы все видим это и смеемся над тем, что ограничения в магазинах 2 метра и стояние, и общественный транспорт, набитый битком, а в такси шофера, который может посадить пассажира только на заднее кресло, у обоих требуются маски. То есть логики в принятии многих решений, ее не видно, не прослеживается, это говорит о том, что очень хаотично все принимается, и как говорили те, кто был на закрытых заседаниях комиссии, когда ограничивали виды деятельности, и помните, разрешили в первое время парикмахерские во второй волне, то именно кто-то из министов сказал, что общую парикмахерские должны быть закрыты, мы должны постригаться. И это было принято сразу же, как говорится, на ура, без обсуждения, без ничего. То есть вот такое хаотичное принятие решений, где премьер думает только о стабильности коалиции, но о непоследствиях принятых решений. Да, вот значит ли это, что фактически вам, ну как представителю, скажем так, Семеновской оппозиции, крайне сложно пробить теленную поправку, или все-таки удается? Ну я так понимаю, что вот это пособие по пенсионерам, в первую очередь оппозиция двигала по детям тоже в свое время, правда это ваши инициативы не поддержали, но потом уже правительство вышло с аналогичными. Ну дело в том, что, к сожалению, правительство принимает решения, а парламент уже через день, как говорится, во вторник принято решение, в четверг мы уже за это голосуем, и видя во время дебатов, указывая на проблемы ее реализации этих ограничений, или возможные, скажем так, ограничения, которые вызваны принятым решением, правительство принимает наши доводы только через неделю. То есть получается неделю мы живем, хотя во время дебатов указывалось на проблему при принятии решения, мы неделю живем с этим, и потом нам говорят, что мы же вас услышали, мы же услышали людей, и это говорит о том, что само принятие решения не совсем правильно. Мы говорили о том, чтобы нас тоже пригласили в кризисный центр, где представители оппозиции могли бы высказываться и аргументировать то или иное решение. Тогда была ответственность, она была бы условно определена на весь парламент, а здесь только на коалицию, но люди все равно, даже и меня, и другую оппозицию, воспринимают как виновных в принятых решениях. Да. Вот что касается вообще вакцинации, с одной стороны было понятно, что это правильный ход, что сначала нужно все-таки медиков вакцинировать, чтобы они могли дальше оказывать помощь пострадавшим, но потом мы знаем, что вся это была попытка привить вип-персон, условно говоря, по блату. Это было соответствующее вызову и реакцию. Сейчас вообще есть понимание, вот как дальше это все будет происходить? На подкомиссии общественного здоровья мы смотрели вопросы, связанные с бюро вакцинации, и мы прекрасно понимаем, что оно создано как такой спасательный круг после того, как была принята отставка министра здравоохранения госпожи Винкел. То есть что-то нужно было делать, и решили создать бюро из профессионалов, которые могут организовать вакцинацию по всей стране. Назначены большие зарплаты, не только руководящим, но и секретарям, и же с ними, но вакцин нету. Нету вакцин, и самое интересное, что, по-моему, даже мы не рассматриваем варианты закупки вакцин с Востока. Я имею в виду только о России, я говорю об Индии, о Китае. И сегодня была информация, что президент Польши, в разговоре с президентом, с китайским своим коллегой задал вопрос, есть ли возможность приобретения китайских вакцин. То есть мы даже об этом не говорим, показывая, что мы полностью готовы идти в курсе предложенном нам Евросоюзом и ждать, когда же нам дадут ту долю, которую Евросоюз нам обещал. Но многие уже лидеры Восточной Европы, понимая, что надо брать как-то инициативу в свои руки, пытаются найти решение, чтобы вакцинировать население, регистрировать у себя в стране вакцины неевропейского происхождения. Да. Вот что касается вакцин неевропейского происхождения, я помню, что на одном заседании, правда, комиссии по броню внутренних дел, у вас коллега по партии, если не ошибаюсь, это как раз был Адамсон, который спросил у министра здоровья по поводу спутника. Я так понимаю, что вряд ли Латвия пойдет по пути Венгрии, Чехии и будет пытаться регистрировать вот эту вакцину, пока это не сделает Европейское агентство лекарств. Ну, это вот в очередной раз говорит о том, что я не останавливаюсь именно на спутнике и на еще двух вакцин, которые сделали наш восточный засед. Я говорю о том, что мы даже не рассматриваем вариант любой другой вакцины, кроме той, что нам предлагает Европейский Союз и обозначены те производители, которые заявили о том, что они готовы и проходят третью стадию вакцинации. Если такими темпами, которые у нас будут поставки вакцин, то сентябрь, конец лета этого года вакцинации 60% взрослого населения, оно, мне кажется, невыполнимо. И, наверное, министр должен будет понести ответственность. То есть, если он не хочет рассматривать другие вакцины, а поставил такую задачу, то за выполнение ее нужно будет отвечать. Да, вот сейчас, вот на последнем заседании, по крайней мере, правительства, во вторник очень много говорилось, в том числе из уст эпидемиолога, об опасности активного распространения в Латвии вот этого британского мутанта, вот этого вируса, который считается более заразным. Насколько он более тяжелый, я так понимаю, здесь однозначного мнения у ученых нет. Но вот на ваш взгляд, нужны ли какие-то дополнительные ограничения, поскольку речь идет о том, чтобы запретить работать неудаленно и так далее, и так далее? Мое личное мнение, мне кажется, что средств, которые мы уже приняли для ограничения распространения вируса, достаточно. И будь то британский, южноафриканский, или бразильский, или какой-то еще другой, это уже не имеет значения. Мы должны понимать, что должны думать не только о здоровье своего населения, но и даже думать об экономике. Поэтому решение об открытии сферы обслуживания и других сфер, из-за которых мы теряем 100 миллионов в день, оно необходимо. Необходимо нам думать, каким образом открывать нашу экономику, безусловно, помня о том, что нужно сохранять те ограничения, я имею в виду ношение маски, когда ты заходишь в магазин, это гигиена рук. То есть ограничения должны быть разумные, и будь то британский, или так называемый первичный, уханьский, китайский вирус, это не имеет значения. То есть с вирусом мы, к сожалению, должны будем существовать, и личная гигиена, и разумные, скажем так, ограничения, они должны быть совмещены с восстановлением экономики. Иначе вертолетные деньги, печатание станков, это инфляция, и не знаю, что тогда останется в стороне, кроме чиновников. Да, вполне возможно. Что касается вот этой медицинской части, периодически нас предупреждает о возможной перегрузке больниц. Вот на вашей подкомиссии удалось ли получить, ну, не знаю, какие-то заверения, что к третьей волне готовится и Минздрав тоже, и больницы, если что, будут какие-то дополнительные койки, чтобы мы не перешли, как нас вот все время пугают отдельные чиновники от здравоохранения, так называемой военной медицине, ну, когда по существу происходит страшное слово сортировка. Вот что касается третьей волны, то я здесь скептически отношусь к этому, мне кажется, что ее не будет. Это основание этому говорить, это то, что компании, которые производят средства защиты, они сворачивают объемы производства. И мне кажется, что третьей волне, наверное, говорят, чтобы больше, как мне кажется, чтобы мобилизовать население, продолжать выполнять все ограничения, которые уже приняты. Поэтому наши больницы справятся, больницы получат из денег, которые Европейский Союз выделил на восстановление экономики, денег достаточное количество, чтобы и Стратыня, и первую больницу, не первую больницу, а детскую клиническую больницу и восточную больницу привести в порядок, чтобы они были многопрофильными, и региональные, кстати, больницы, чтобы они были многопрофильные больницы и соответствовали, скажем так, нынешнему времени. И поэтому столько денег, сколько сейчас в медицину планируется инвестировать, такого не было никогда, и я думаю, что уверен в том, что медики, медицина справятся с возможным увеличением заболевания, но, как мне кажется, третьей волны вот такой классической июня будет. не могу вас не спросить, поскольку вы работаете не только в этой подкомиссии по здравоохранению, возглавляет, но еще и работаете долгие годы в такой профильной комиссии Сейма по социальным делам. Есть разные мнения, хотя никто, наверное, не отрицает не только из политиков, но и из экспертов необходимости таких, как их назвали, вертолетные деньги и детям, и пенсионерам. С другой стороны, мнения по этому поводу есть разные. Одни говорят о том, что мы же все это берем, заемные деньги, их надо будет отдавать, и мы плодим вот эти долги, которые тем же жителям Латвии придется отдавать, с одной стороны. С другой стороны, мы уже понимаем, что ситуация с пандемией затянется, и, возможно, вот эти одноразовые пособия будут мало. Придется, наверное, думать о таких пособиях в апреле, в мае. Вот как вы все это оцениваете? Вот, так сказать, эти, эти, я поддержал эти 500 евро, которые отдавали это детей, согласовать против, это, мне кажется, глупо. Я поддержу, когда и пенсионерам будет выделено, но вопрос, чисто стратегически, как это нужно было делать? Дать один раз, я понимаю, что эти деньги вернутся в экономику, заплатить, будут заплачены счета, куплены продукты, лекарства, все это вернется, да, но это нужно было сделать один раз или, или растянуть по времени. Почему это делается один раз? Потому что все-таки у нас летом муниципальные выборы и представители партии, которые представляют министерство благосостояния и другие министерства хотят показать, что они думают таким образом о населении страны, и я сторонник больше того, что тяжелое время нужно давать по более маленькую, меньшую сумму, но на протяжении определенного времени. То есть, потому что потом, когда ты будешь что-то добавлять, это будет казаться маленькими деньгами по сравнению с тем, что когда-то было дано единовременно. Ну, можно согласиться или спорить со мной, я больше все-таки сторонник такого, чтобы было ежемесячное какое-то выделение денег на тем, кому это нужна помощь, необходима, нежели такое единомоментное, единовременное, потому что часть людей, которые могли бы получить, не получат, потому что не совсем продумано все категории людей, на которых это можно было бы сбросать. Да. Вот, что касается еще вот такой поддержки, ну, понятно, что ситуация всюду разная. Одна ситуация, наверное, в Риге, другая ситуация, вот я знаю, это в вашей родной ЗМГЛ, я так понимаю, что там, наверное, если люди остаются без работы, там, наверное, еще особенно сложно, наверное, где-то трудоустроиться. Ну, конечно, безусловно, потери работы и если закрывается сфера обслуживания в регионе, то это сильно бьет, спасает, наверное, то, что спасало всегда регион, то, что люди живут еще своим так называемым приусадебным хозяйством, да, и лето все, в отличие от Тайжан, люди заготавливают и подвалы, и это является какой-то поддержкой, и едут, просто к крестьянам выезжают, у которых есть свое личное хозяйство, и происходит покупка продуктов, скажем так, из рук в руки, вот, то есть, да, теряя работу тяжелей, безусловно, в регионе, но спасал, так и спасает это то, что близость к земле. Вот интересно, пока мы с вами говорили, как раз пришло сообщение, что Европейское лекарственное агентство начало ускоренный процесс регистрации спутника российского, так что вполне возможно, что какой-то выбор появится, вопрос, наверное, в том, насколько сможет обеспечить и Россия мощности по поставке вакцин, потому что нужны и самой стране вот эти вакцины, но, по крайней мере, хоть какая-то будет такое модное слово диверсификация. Абик, регистрация в Европе не значит, что страна ее купит. Кстати, да. Регистрация, это позволит частному предпринимателю завести в Латвию, но вакцинировать уже за деньги. А Министерство здравоохранения и всю вакцинацию производит бесплатно и, соответственно, закупает это. Пойдут ли наши чиновники, как это сделали в Словакии, Венгрии, Чехии, где посчитали, что здоровье людей важнее, чем какие-то межгосударственные отношения, связанные, вызванные чем-то исторически. Но это вопрос уже политикам, которые будут принимать решения. Я помню, что вы где-то в каком-то интервью, даже, по-моему, и у нас когда-то, сказали, что вы лично, во-первых, готовы вакцинацию провести, во-вторых, ничего не имеете против того, что вакцинироваться спутником тоже. Так я понимаю. Ну, да, я говорил это и продолжаю. И с теми людьми, с которыми я спорил о том, что ну не может якобы Россия сделать вакцину. Я считаю, я и тогда говорил, и сейчас хочу повторить о том, что страна, у которой такая история вирусологии и вакцинации, изобретение вакцин, она не может не изготовить. Это то же самое, что атомная энергетика, что балет. То есть это, как мне кажется, в России настолько сильная история и школа хорошая, которую развалить не удалось, несмотря ни на что. И люди, и ученые способны это сделать. И как показывает эти исследования, которые журнал «Ланцет» опубликовал, что действительно им удалось сделать вакцину, это не мои слова, это слова уже западных этих политиков, что они сравнивают вакцину с полетом Гагарина. То есть это оказывает то, насколько оценивают изобретение этой вакцины западной политики по отношению к России. Может быть, такой последний вопрос, наверное, такой весьма сложный, сейчас какие-то можно делать прогнозы. Ваши ощущения, сможем ли мы из этой чрезвычайной ситуации, этого кризиса, выйти, ну, по крайней мере, во второй половине этого года? Или вы не настолько оптимистично настроены? Нет, я не настолько оптимистично настроен. Все-таки общаюсь, звонят и пишут предприниматели. Ну, тяжело, очень тяжело мне. То есть, если политика пытается помочь пенсионерам, детям, то предприниматели занимаются самовыжеванием. И, действительно, те, кто работал в сфере услуги или в схожих, скажем так, отраслях, ну, очень тяжело им. То есть, закрываются, люди уходят на безработицу, сможет ли вернуться на этот самый, я думаю, что займет очень время, пока оживет рынок внутренний, европейский, когда начнем летать и начнут какое-то движение, время займет, и только когда вернемся к режиму, что свободно пересекаем как-то границы, не свободно, хотя мы можем пересекать, начнется движение какое-то, только тогда, наверное, Латвия будет оживать. Это экономика страны и, соответственно, и те, кто работают в сфере ее обслуживания. Спасибо большое. Я знаю, что вам нужно вернуться на пленарное заседание Сейма, но тоже, я так понимаю, что пока виртуально. Спасибо большое. Виталий Орлов у нас был на прямой связи, председатель подкомиссии Сейма по здравоохранению. Большое спасибо. Спасибо. Не болейте. На одной волне с городом Радио Большое